Здарова всем пацаны, начинаем стрим Захожу на канал StarLine, но прежде чем начинать, хочу вам показать, что сегодня будет происходить Ребята, а будет сегодня происходить следующее событие Сначала мы посмотрим StarLine группу D Скилл из Бёрнинг Изи Кинг Кобра должен был играть, но вроде как бы Кобра отказался Так, секунду Друзья Abe Скилл Друзья Друзья Стаки Скилл С compris Так, пацаны, короче, сейчас я все закрою. В общем, Starline группа D, 3 всего, вот и будет. Кобра все-таки отказался, вроде как согласился, теперь опять отказался. Вот. Так, Easy Burning здесь есть. Так, а кто у нас там еще должен быть-то? А, Skills, короче. Вот, а второе событие, которое у нас будет сегодня, Тинг полуфинала. Snud против Niba, бой 7, Alive против Gummichu, также бой 7. Вот такие вот у нас пироги. Это Арбуз, 3-0. Так, пока что вырубаю. Тут захват из игры вам даю. Вот. Продолжение следует... 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 Так, запись арбуз здесь не нужна, почему-то, что из игры стрим, так, все в порядке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здарова всем пацаны, в общем, ждем начало, чуть-чуть как рыбы все молчат пока, вот, не знаю по каким причинам, но я думаю сейчас появится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Юрия отписал... Продолжение следует... Здарова, Джонни Сэкс, здарова всем царе СНГ, не, спасибо... Ха-ха-ха-ха, царь, не царь... Ждем начало, пацаны... Вот, завтра, помнишь, с утра первый StarCraft турнир, там финалы и т.д., много всего будет... Интересного очень... Интересного очень... Так, ребят, кстати, завтра 7 по европейскому времени, кто шарит в Европе, перевели время или нет? Ну вот, то есть это 7 по европейскому, по нашему 8 написано, как бы. Вообще 2 часа разница, как бы, по центрально-европейскому. Ну, если перевели у них часы, то час разница могла стать уже, да. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, чё тут с бутылмэтом? Короче, ребят, ждём. А, субботно-воскресенье переводят, ну-то понятно всё. Привет, Димас, привет всем, пацаны. Привет, Димас. Привет. 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 Продолжение следует... 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 Так... Так... Продолжение следует... 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 прямо привет кирилл это starline кстати не надо ничего давать перворожденные месторождение месторождение минералов так ну все здесь 117 8 и 6 пользу скиллоса ребят все у него прекрасно просто пока ситуация прекрасная имею виду игровая изи ждет победителя так как кубра не участвует здесь получается ну здесь минки без шансов закопать за адепты с глефами их просто гигантское количество гаиша не убьют там все прилетает феникс а вот пожалуйста медивак будет пойман сейчас пробку свою поднял бывает скиллоса случайно так кстати пм211 на 237 бёрлинг ходит пацаны кстати просто вместо того чтобы убить скиллоса сейчас бёрлинга анимашек отпустил и у него боевой лимит уже почти как у самого то есть вообще близкий очень другое дело здесь всего один медивак и навряд ли как бы он один медивак и сможет что-то вылечить адептов просто здесь 27 штук ходит плюс еще давар птич-штормовиков что пять архонов будет да это пять архонов будет сейчас еще при этом все так одного потолкали архон там сейчас бы очень был недоволен чтобы вытолкали просто вперед что скиллос делает я не понимаю пошли ты иллюзии уже вперед ну тут смешное количество юнитов зайдут иллюзии минки бомбанут там фениксы влетят архоны влетят просто сплетануть по несколько штук и все и все равно в итоге в кучу все свел ну ладно здесь слишком много архонов здесь слишком много в принципе юнитов упротся архоны плюс фениксы выпиливают всех либераторов вдовар падает 137.87 по лимиту либератор падает гг пишет бёрнинг ну тут начало жесткое было конечно не пользу скиллоса фу не пользу бёрнинга так вторая карта у нас что там получается ньюкир вторая карта создаем ну тут по-настоящему ньючий 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, ребят, вторая игра. Скиллс 1-0 повел неожиданно. Ну как неожиданно, я даже не знал, кто из них там посильнее, сейчас послабее. Но мне казалось, что Бёрлинг посильнее немножечко, но оказывается Скиллс... Вот так вот отыграл. Скиллс 1-0 готов! Скиллс 1-0 готов! Ну что, вторая игра, ребят, тоже самый билд абсолютно через Рипера. КСМ-ка за пробкой гонится, Рипер будет готов буквально через 5 секунд, и я думаю, что он сможет нагнать эту пробку. Хотя вот сейчас отстала КСМ-ка, и может быть даже и не успеет Рипера нагнать. Тут хороший вопрос, еще 5.25, но, конечно, Рипер намного быстрее, чем пробка. Вот она домой едет, здесь уже Мазеркор, Адепт строятся. Ну пусть именно Адепт, а не Мазеркор. Не, пробка ушла, смотрите, даже. Главное, не останавливается. Так, Адепты продолжают буститься. Форжа на мейне, ничего себе. Ну я даже подозреваю уже, что это будет, и сейчас это будет Адептейшн, по ходу дела. Тирана. Насколько он будет удачный ЯХЗ, но всякое может быть. Может зайти, может не зайти. Тирана. Ну что, братва, да, посмотрите. Адептов Глефы. Роба. Плюс один. Раз, два, три едя добавлено. Сейчас будет четвертый, а не два гейта и роба. Три гейта, четыре и пять. Интересная позиция, кстати, для гейтов. Ну и здесь будет поставлена, то есть, сейчас, так, пять, шесть гейтов будет. Ну можно добавлять шесть, а семь гейтов будет в перспективе. Этого будет достаточно вполне, я думаю. Потому что, не, ну может быть и восемь прокормятся, конечно, я не уверен в этом. Сейчас нужно пилоны просто добавлять. Ну а на направлении врыва основного, конечно, добавить. И, кстати, попал сейчас скиллос реально в контр-билд получается. Он не то, что контр-билд, это он как бы агрессивничать, против него должны контр-билд делать. Но, ну хотя нет, с другой стороны, почему бы и нет. То есть, это вот то, что делает просто контр-билд, потому что делает тиран. Но, здесь интересно начал в итоге бёрдинг. То есть, он просто построится. Он вроде в стим играет, но он построил одного викинга. Вообще, как-то обычно вот такую тему отыгрывают. Ну, то есть, получается, через... Разработка завершена. А, он видел форжу. Вот в чём дело-то тут. Так, ещё вот. Надо ещё одну призму сразу строить. Поэтому билду призма летит вперёд. Вот если тупо наварпить вниз и убить, как бы всё нормально будет. Так, залетает призма. Так, пошёл варп, адепп. Даже в таком раскладе адептов... Ну, очень много дэмоджа нанесут, как вы понимаете, я думаю. Марики подставляются под адептонов. Кто это телепортирует? Тэма. Надо телепортнуться тупо в мариков, а он мимо бёрдинг. О, этот, эээ... Скиллос телепортируется. Ну, вот в итоге вы видите, что в итоге тиран, конечно же, отбиваются. Здесь и... Так, ещё одного марика адепт забирает. Третья цеха уже пошла. В это время, правда, пачка адептов выдвигается вниз, как вы видите сейчас. Здесь прилетает апсер. Видит... Видит викинга. Две минки полетели вперёд. Адептами можно ворваться спокойно на вторую. Ни бункера, ничего у бёрдинга нет на данный момент. Так, залп минус поля и минус адепты. Мимо викинга призма пролетает. Прямо на минку зато летит у нас. Успел наварпать. Здесь адепты на вторую зашли. Призма падает. Вторая в итоге... Ну, кстати, парабам-то тут... Так, я вам скажу, что... Не очень удачно сейчас всё происходит. Для... Скиллса вернинг минкой прилетает. Здесь залп минус три к пробке. Ну, если тут сейчас просто качественно... Ничего не изменит в этой игре в плане того, что вот этими юнитами может он что-то сделает серьезно, действительно. Ну, тогда, я думаю, скорее всего, нас ждет 1-1 счет и следующая игра. Но тут решил подраться Вёрнинг с КСМ-ками против адептов с глефами плюс один. А не очень логичное решение и не очень правильно, как мне кажется. Потому что адепты с плюс один и глефами, они просто расковыряли всё. В это время приходит еще пачка адептов, заходят тупо на вторую. И этот затянувшийся адепта пуш в итоге, вы видите, приводит к успеху всё-таки. Кротца пока еще не до конца. Но вот где можно контролить, блин, сейчас, если не этих адептов? Чё, бери. А, призма на мэне. Вот где контролить можно. Контролят призму. Получается, скиллос. Призма на мэне расковыривает. Здесь призма юниты плюс адептели портнулись. 2-0. Ну, как-то прямо вот так вот, что у Берлинга даже немножечко, ну, горение. Горение началось, никнейму соответствую, соответствие произошло. Так. Удаляем Берлинга пока что. И зовем Изи. Удаляем Берлинга. Продолжение следует... 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 Так, ну штука, третья карта, спрошу. Все, поехали, ребят, все готовы изи против скиллоса. Так, ну это получается у нас второе Бо-3, то есть автоматический бёрнинг будет ждать десайдере, проигравшего этого матча, да? Вот, и будет, ну, либо ТВЗ, либо ТВП, реванш против скиллоса, зависит от изи. Последнее время изи неплохо вроде отыгрывал, посмотрим, что будет в этот раз. Игра приостановлена. Так, что-то случилось вообще. Чёрный экран в Старкрафте был, говорят, ну, что-то сегодня багает у всех, не слабо. Так, арена чести у нас. Создаю заново. Так, арена чести у нас. Скилл, скиллоса, скилл. Ну что, ребят, у скиллоса какой-то на аватарке мультяшные рисованные. Пси-штормовички. Вот, и наконец-то мы стартуем. Поменялись респами, в прошлый раз наоборот получается были, но Ре пришлось сыграть. И,abbе. Пси-штормовички. Продолжение следует... Так, пул первый у Изи, ребята, а Скиллос решил не Эксус первый сыграть здесь на этой карте. Кстати, здесь достаточно большая рампа, но посмотрите, какая стенка у Скиллоса. То есть он пилон ставит таким образом, чтобы он с гейтом образовал, ну как бы уже стеночку. Плюс здесь будет еще одно здание, получается, и все у нас тут проход будет. А если бы, если бы пилон ставился сзади, два больших бы здания не создавали бы полную стенку здесь, вот так вот. Учитывая Эксус первый, я думаю, решение верное. Сейчас сюда второй гейт будет пилен просто в перспективе, либо кибернеткой, можно будет в легкую просто делать там взялка и блочить все. Да, второй гейт пошел. Строится газ, причем таким образом, что не спешит Скиллос на него четвероочек направлять сейчас. На второй газ, на минерал еще 17. А, ну, потому что эта пробка и кликнул на минералы, просто вот в чем прикол. Так, еще одна пробка выходит, где кибернетчик-то был? Вот оно заказано, здесь будет зелок стоять спокойно абсолютно, почему он может как бы и здесь получается встать вроде как. Если пилон чуть ниже поставить, хотя хз, не уверен, что здесь он нормально бустал. Четыре собаки подбегают, ну что-то при этом всем Скиллос, посмотрите, зелка делает с бустом 13 секунд, он мог с зелка заказать секунд на 10 раньше легко просто. А заказал, в итоге он вот заказал, как закал, надо на внешнюю сторону было выходить сейчас с зелком, так и он точно не отдал, в общем-то, Скиллос здесь. А в итоге Изи его сгрызает, этот пилон легко достаточно, и стенку не закрыть, почти странно. Еще один пилон попер, здесь пытается все еще Изи подгрызть, подгрызть рабочих одного, подгрыз. Варп не делается, адепты вот только-только заказаны, мазеркоррот уже нет. Здесь третье, хотен пошел, луизи, парабам, пока что отстает, но это нормально, учитывая неуксус первой. После первых инъекций может нагнать и обогнать, че первые это инъекции уже были, ведь пул первый был. Но, тем не менее, вот сейчас на вторую хату они пойдут активно, точно сможет эти обогнать. Ну, там Криптумор поставил, здесь Скиллос, что пробок своих совсем не законтраливает, блин, две пробки еще отдал. То есть, забегание собак, три просто пробки убило. Вот что значит, лучше как бы пилон потерять, чем, ну там, или Зилка потерять, чем пробок терять. То есть, пока вы играете неуксус первой, всегда просто гейт готов, заказываете Зилка, но если только вы не разведали, увидели Зерк, что там халявит, там можно не Зилка, допустим, заказать первым. Хорошо, здесь контроль адептов был. Адепты врываются на мэн, красные адепты, но еще одного дрона забирают. Можно два было забрать, я думаю, если бы идеально залетел за минералы, там сразу кликнул бы на раба, потом еще на одного. Ну так не получилось у Скиллоса, зато у него получается с двух старгейтов фениксов активно пилить здесь. Зачем здесь стоять, если можно встать вот дальше? Кстати, Зилок криво стоит, по-моему, смотрите, он как-то по центру стоит. Можно вот встать здесь, и самая надежная стенка будет. Так, газ на второй Скиллос, начинаю отдавать. Здорово, пути. Да, слушай, что-то приболел, приболел. Мы уже начали беспокоиться, ну вроде нормально, как его. Сносок, это жидкость прозрачная. Ну, либо кто-то ударил его, либо пока я на турнике был, ну вроде никто у него там не был, не стал. Либо, наверное, я так думаю, плавал и простудил, снучка, вирусная какая-нибудь, или инфекцию схватил, не знаю. Сегодня мама в деревню собралась, и он подорвался, как бы, готов был идти, если бы сильно болел, он бы не готов был. Уехал в деревню, он, я думаю, на воздухе лучше будет. Так, здесь Сизи отдает собак, ребят, просто нет, пытался вкуснуть, не вкуснул, эсклином бухаясь. Что тут говорить? Вчера меня на день рождения позвал, поиск. Я тоже что-то подобное сделал, но... Не как обычно, послабее, но даже послабее, это как бы, я что-то думаю, нахрен вообще надо. Ходил неделю на турник, там что-то заморачивался, и вот, что ништяк было. Так себе! Я подумал, что, ну, лучше дома посидеть. Начинаешь себя нормально чувствовать, а об этом думаешь, и ка нет, тогда не очень. Ну, в принципе, еще молодые, как бы, ванны. Тогда я еще не думал вообще ни о чем причем. Короче, да и сейчас, хоза, о чем. Хорош философствует, дайте игру, смотри, здесь уже в арматку выход идет. Третий Старгейт у Скиллоса. Изи пилит... Опа, Изи пилит Ниду. Сколько у него королевцев, кстати, у Изи? 8 есть, 2 делаются, Бейлингов очень много, и Лингов делается. Ну, нужно пушить, сейчас обязательно должны Фениксы улететь домой, чтобы они хоть что-то могли поднять. Грелок еще все, 2 штуки, это очень мало. Так, идут вперед Бейны. Сплита у Скиллоса нету, пилонов недостаточно по земле, все уничтожено Бейлингами в итоге. Лингов сгрызает всех рабочих, и не готов, не готов Скиллос здесь отбиться просто. без потерь, по крайней мере. Третий Некст точно минус, это уже, в принципе, чревато. Хотя, с другой стороны, второй-то здесь есть, и... Так, здесь полностью что-то завлочился у нас. Скиллос, ну, Изи понимает, что ему наверх тяжело будет пробить, он устроит гидро Д, нужно, да, гидру сейчас выходить, четвертую хату можно пилить. Можно, причем, долл пробить, он здесь напилить. Позиция, по-моему, очень неплохая для хаты будет. Ну, тут пока Изи Крипа наплодит рядом с... Рядом со Скиллосом. У Скиллоса первые два карера готовы. Ну, три Старгейта. Бегайте, а он третий отменил даже, да, отменил. Третий у нас, оказывается, Скиллос. Ну, такой интересный воздушный миксер, заношерстные две грелки, два карера, там феникса. Ну, Крипа столько, что... уже и никуда не поставить. Гидра подходит, чуть сюда Крипту мрадит, втянуть счет. Ну, хотя отсюда-сюда может соединить бы, чтобы вообще все быстро шло, было бы хорошо. Так, четвертая хата дома, получается, карманная. Но она ближняя, как бы, да, к спросу. Минус в чем, если каким-то чудом здесь Скиллос сейчас все разберется, может сразу полететь, выпилить самую новую хату, там мейн начать, ну, третью, как бы, в этом опасность. Но я думаю, чудесно, вряд ли здесь произойдет. Потому что тут слишком здесь много визии. И... хотя как, 70-90 по боевому лимиту, что-то подварпливает здесь по чуть-чуть у нас получается Скиллос. В общем, он гаста весь тратит практически. А, у него нет третьего старгейта. Тут было бы три старгейта, по три бы карера строил бы. Я не знаю, что здесь карер... В данной ситуации карер 8, может быть, помогли. А-а-а, он еще Скиллос играет в армаду, не делая грейдов на лозу. Это неуважительное отношение к армаде просто. Она не будет работать тогда просто. Без уважения, понимаете? Ты строишь армаду, но даже не уважаешь ее, не делая грейд на атаку просто. Так, еще кареры подстраиваются. Четыре штучки есть с карерами. Минеральцы кончаются вообще уже у Скилоса. А Изи просто встал здесь и все. Ну, он правильно делает, что? Не выйти просто дальше просто и все, на них. Здесь добыча есть, как бы все подтягивается. Королевы гидры много. Нормально прилетело, один хп остался. Так, пошла атака. Бейлинги по земле все унесли. Кареров недостаточно. Гидры слишком много. Тем более новая с 90 хп гидра вообще нормально заходит. Ну, 1-0 изи это, ребят. Вторая игра у нас будет сейчас прямо. Какая вторая карта, я чуть подзабыл. Сейчас посмотрим. Какая у нас вторая карта. Newkir, говорит, Изи, вторая карта. Создаем Newkir. Так, ну, грелки массить. Грелки массить нужны. То есть, уже чтобы была какая-то масса, чтобы крик массу накопить против гидры. Как ты уже по факту видишь гидру, у тебя нет грелок. У них смысла никакого нет. Гидры будет просто. Гидры крик масса, это очевидно. Так, тут не жмёт. Так, скиллс готов. Изи пока ничего не пишет. Ну, в таких ситуациях могут ниндзя нычки помочь. Ну, вообще, нормальный более-менее зерк он, ну, то есть, должен и проверять, и вообще, ну, должен понимать, что нычки-то может быть. Ну, в таких ситуациях может быть. Так, изи тирана запилил случайно, бывает. Все, поехали. Так, что такое? Так, где там изи-то вообще? Так. Так. Так, Серёга, ягар, сетка у нас, где у нас сетка? Вот у нас сетка, тебе вручную кину. Так, теперь я карту не ту создал. Что-то нам не начать никак. Так. Так, скиллс узнаём, здесь он или нет. Всё, поехали, наконец, скиллс тут, все тут. Всё, поехали. Всё. 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 Так, всё, ребят, теперь точно, короче, всё началось. Изи против Скиллоса, ребят, первая игра. Бёрнинг ждёт проигравшего, победитель первыми займёт. Дальше пойдёт. Ну и предыдущую игру, как вы поняли, выиграл у нас Зерк. Изи. Нидусом, но какая разница, чем вообще, собственно говоря. Так, мы так ему уже 10 минут, мы так на Тинк, блин, опоздаем. Там всего 3-3, блин, а за 2 часа не можем уложиться, что-то пока. Да ж не можем, укладываемся вроде, но здесь сейчас долгие игры здесь будут. Ну, с Бёрнингом так можно и подопоздать будет. Так, пошёл Никсус у Скиллоса. Здесь может быть 1-1, например, далее. Привет, Сферос. Спасибо всем за внимание, пацаны. Не себе спасибо. Ну и за поддержку всем большое спасибо. Кто адвоке, отключай, подписан на премиум и поддерживает меня и мой канал. Соответственно. Так, а что у нас происходит-то? Ну, гейт, он, гейт, гасник с Кибернетчикой билдут. Кибернетчик уже в стенке, кстати, она как-то, видите, она ставится. А, ну вот проход будет около Кибернетки, здесь ещё одно стане, и всё, здесь будет проход, получается. Либо здесь на пилон ставите сюда, вот так вот, здание, чтобы вот здесь, что ли, проход был. Либо сюда здание, чтобы здесь и пилон. Много вариантов может быть, но пока ни одного я не наблюдаю. Сейчас будет твайлайт запален. Вот он, палец. Так, пробку собаки подгрызли. Четыре штуки, и третью хату достаточно раннюю изи стоят. Здесь у нас пилон, который скилл спалил давным-давно, и роба пошло. То есть это дарки, скорее всего. Пока, правда, никаких зданий не строятся. Да, попёр Даркшайн, сейчас гейты будут добавлены, видимо, на этом пилоне. А, ну здесь гейт будет точно, там, наверху на пилоне будет. Стенку что-то не спешит скиллов закрывать пока. Так, здесь адепт походил, кстати, и адепт, но получал здесь, кстати говоря, дэмэджа. Как я посмотрел. Ну, вот всё-таки удар отдал всё-таки в итоге адепту у нас получается скиллов. Здесь-то нет, тут, блин. Здесь же точно стенки нет, посмотрите. Скиллов что, не понимаю? Снё, стенка кривющая, что ли? Я не понимаю. Сейчас, если пызи с собаками прибежал бы, он просто скилл бы удивился. Они вот так вот пробежали бы сюда, и всё. А может быть, сейчас это и произойдёт. Так, вот он, от Твича. До Твич в последнее время в игре вообще мало получается быть. То есть, в итоге, бот-то не особо и нужен тут. Так, призма вперёд полетела. Делается эммортал, гейтов четыре штуки. Один ещё, правда, не открылся, сейчас откроется. Ещё плюс один. Там лэйр, спорки добавляют. Неужели скиллов не видит реально, что вот тут такая хрень происходит? Я эту карту... Ладно, другие карты я мог бы ошибаться на новых, но эту карту я знаю, она старая. Там точно ничего не закрыто. Четыре дарка. Все с косами варпанулись. Чё си такие? Косари. На сенокос пришли. На сенокосе тут... Тут роучи бегают на сенокосе. Не покосить ничего. Так, ну так, личинок подобрил тут у нас получается. Королеву одну скилл взбрил. И улетает. Можно попытаться умера там зацепить. Хотя нет. Тяжело за 50 овер в тылу летает там. Вижен даёт очень хорошо на всё. 80-904 полиметра. Чарж и Мортла делаются. Увы, из роучи. Заказана скорость роучем эволюшена. Я не наблюдаю. Сгриды вообще не делают. С роучей реводжеры в перспективе планируются. Но от скиллоса, я так понимаю, то учитывая 4 гейта добавленных сейчас, это будет 8 гейт в кучу. Во, вот, заметил, ничего себе. Заметил в итоге, стенка кривая. Но нужно убить умера в любом случае вот этого. И фейковать нексусом, если даже ты выход будешь делать. Так, фейлон пошёл, либо выходить и потом пушить. Либо нексус ставить, потом пушить. Привет, но тише. Спасибо тебе на добром слое. Надеюсь, сегодня будет удачный стрим. Но пока всё нормально, как бы, идёт. Зарабатываю. Ну, всем со Старкрафтом связанным, пока я зарабатываю. На стриме тоже много разных направлений дохода есть, соответственно. Ну, в основном, да. Бывают люди уроки, спрашивают там какие-то там. Не часто, но бывает и такое. Я же его особо не рекламный такой. Такие моменты. Так, пришли мы. Я не понимаю, куда вылупился скиллос сейчас, посмотрите. И где его архоны были, что не у архонов. Он уже успешно их успел отдать. Призма минус в итоге. Что-то изи здесь как-то переконтроливает, по-моему, скиллоса. Причём не слабо таки. Скиллосу бы отступить сейчас не мешало. Потому что навряд ли он здесь бой выиграет. Плохие филды. Один эморк выпадает. И остальные тоже сейчас упадут. Ну всё. Похоже, это 2-0. В пользу изи. И мы увидим скиллос против Бёрнинга. Матч-реванш. Хороший контроль. Архончик засадил Призму. Ну, не знаю. Есть только прям сходу в контрпуш идти. Ну, в ходу-то как тяжело. Призма минус. Всё, минус 45. Лимита. ГГ. Скиллоса изи идёт дальше. А мы ждём Бёрнинг против скиллоса. Десайдер. Матч-рыжан. machines как-то Матчат. Матчат. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас на Twitch добавлю тоже Так Описание про ставки Так, создаем Proximum станцию Так 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 оверчаж. Ещё хорошо бы сразу рипера попуснуть было бы вообще замечательно. Так, гранатчик. Вот, закадешил. За это время, по-моему, два раза, как вы понимаете, больше гранат бы успел выкинуть. Да, оверчаж, пошёл. Хороший оверчаж минусует и рипера, и КСМ. В это время делается бункер. Да-ка чё, можно вот сюда, как я люблю, пройти, пробить камни и зайти с этой стороны просто. Вот и всё. Так, ещё одна пробка подходит. Пилон под рампу будет сейчас запилен. Плюс сейчас будет иммортал готов. Плюс сейчас два гейта доделываются. Так, здесь право циклон выходит, и циклон начинает напрягать, я вам скажу, здесь и не слабо. Так, иммортал идёт вперёд, просто-напросто. Циклон, так, можно было бы отменить, хотя пилон, блин. Ну и сейчас иммортал очень быстро запускнёт депоху. Можно вторую депоху спокойно забирать абсолютно. Можно реактор забирать, на самом деле, и барак здесь можно прогонять. И морф очень большой ДПС имеет, его понимается. Не знаю, сколько это будет успешно. так, по адепту прилетает от танка залпы. Смотрите, чуть-чуть бы ещё сейчас и барак бы погиб у... у Изича. Какой у Изича? Конечно же, у Бёрнинга. Призма готова, два айма в этой призме есть. Так, убивай за тебя, это моё здоровье, полупившие ты, что ли? Хе-хе. Не надо за меня. За моё здоровье убивай. Запивай за своё. Хе-хе. А лучше на турник иди. Вот. Так, пробивать пытается скилл. Всё-таки камни пробьют. Да, камни-то сейчас пробьёт он. Сталкер перевозит. Здесь танк уже есть. Камни пробил, а что толку? Пытается сменить направление движения. Здесь два бункера есть. Один танк под рампой. И морф вы прилетает. Танк выпиливает раз, да второй бы сразу выпиливал, да и всё, по-моему, не парился бы. Так, тайм-варф попёр. И морф сразу бункер вскрывает. Мазеркор здесь очень опасно сейчас стоит. Либератор перекрывает адептов здесь с направления, с рампы получается. Ещё адептов до варф пошёл. И, по-моему, в этом момент такая бромба куда-как вышла. Я что-то... Задержка, помните? Ну, секунду я уже нить могу упустить происходящего. То есть, не то, чтобы полностью упустить нить происходящего, но вы будете спрашивать про вот такие вопросы, я могу уже и не помнить-то, что, какие, какая вторая пробка. А, кстати, да, как вторая пробка вышла. Интересный момент. Сейчас репку пересмотрим, как вот играют они. Я вообще сам не понял. Значит, наверное, на карте где-то вторая была. Ну, да, блок-то как был, так и был. Кстати, ты меня озадачил прям реально. Всё, я тебя фурил, почему? Что за вторая пробка? Так, здесь очень жирная сопла есть, как вы видите. Надо Либератора убить, что и делает скилла свой. Только, конечно, он убьёт тремя сполкерами. ССФ он начинает крошить. Здесь строится ещё один танк. Надо выбить просто по акту, по-моему, и всё. Пытается выбить скиллос у нас в бункер. Выбит, выбит, выбит. Ещё один ММОРКУ просто на муви приходит. Издалека откуда-то с роботом. И ещё один стоит, вообще не идёт. Это, ребята, 1-0. Опять же, в пользу скиллоса покидает вернинг игру. Вторая карта, вообще. Так. Так, как тут вторая карта. Так. К секундочку. Так. 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 Как те. Ничего пока не заказан. Что то тут сталкера на центре. Что не рипера убили. Ему. Рипер каким то образом. Умудрился каким то образом бёрлинг еще рипера отдать. Здесь получается. Так. Пилончик запилен. КСМ не уйти уже ребят никуда. Сталкеры подходят. КСМ надо добить. Что же ты делаешь-то, скиллс? Не понимаю, что там скиллс делает пока что. Депилон, оверчаж, достает один. Какой бункер-то не выбить его уже? Надо вычиниваться здесь с оберлингом очень активно. И... Все в порядке. Так, гейт не видит у нас тиран. А гейт запилен. Реактор надо выбивать. Выбивать не бункер. Скиллс, ты будешь что-нибудь фокусить вообще? Скиллс фокусит бункер. Зачем ты это делаешь, скиллс? Да ты не зафокусить бункер этот. Выбил бы реактор, выбил бы сейчас депоху. Сюда бы адептов наварпил и нормально продолжал бы прислать. Но реактор он так и так выбьет, но он лишних мариков дал сейчас построить. Потому что танк скоро, получается, выйдет. Так, сталкеры-варпцы. Гейтов 4 будет сейчас в ближайшее время. Диспион сзади нужно ставить еще один. Почему? А пробку уехал. Сейчас этот пилон будет выбит. Все, гейт работать не будет. Скиллс, что ты делаешь? Что ж ты делаешь? Так, плюс три сталкера. Танк готов. Три сталкера только-то... Собственно, три сталкера это все, что смог скилла здесь наварпить. Похоже на 1-1. Очень сильная эта игра. Ну, здесь две цсэхи. Тиран уже точно отлился. Уброса, однобазовая бредятина, которая не привела к успеху его. Вооружен геопаркер. К бою готова. СССР готов. СССР готов. СССР готов. Девять сталкеров здесь есть. Это я только с уверенностью сейчас могу только это сказать. Ну, и также я еще могу с уверенностью вру сказать, что в Торте все очень плохо. Так, здесь Нексус, кстати, доделался. Скиллс решил, что надо съехать с этого пуша. Ну, и съехал он, в принципе, адекватно. То есть, он выходит в Нексус, он делает блинг. В итоге, так, здесь Депилон достает. Вот танк. Да, достает Депилон. Не надо сталкерами бегать под танком. Смотрите. Скиллс подошел и на халяву выпилил танчик. Который Пилон на халяву бомбил. У Пилона 1 хп. И на этот 1 хп варпится 3 сталкера еще. Скиллс тут милики какие-то просто делает, я смотрю. Еще один танк готов. Поверчаж выставляется. Пилон грозный. Кстати, если сейчас блинг доделается, можно нормально все сделать. Особенно, когда поближе тиран сюда подойдет. Танки зафокусить, например, как бы. И будет все очень даже неплохо. Так, еще трех сталкеров. Куда там? Телепорт на мейн. Пошел домой. Смотрите, варпающихся телепортнул. Первый раз такое вижу вообще. Либератор разложен. Минус либератор сразу же. Пилончик наконец спадает. И спускается Бернинг вниз. Так, 7 и 69. Реально, в принципе, реально пробить блингом, как мне кажется. Ну, нет, юнитов многовато, конечно. На мейн бы здесь за блинг. Здесь кактусы сраные мешают. Очевидный момент. Кактусы карты, кактусы мешают. Они помогают совсем. Помогают они только тирану здесь, как вы поняли. Я думаю, прекрасно. Так, сталкеры пришли на блинг и ушли сразу же назад. Ну что, вот отсюда можно через шифт, так, чик на мейн зайти, например, попытаться. Но, сдается мне, что гораздо лучше тирана, да, заставить юнитами части уйти как раз-таки на мейн. А самому ворваться, к примеру, на вторую базу, танчики попытаться раз-два отфокусить, там бункер потом, например. Но, скиллос уже понял, что это все нереальная какая-то затея. Он делает робу, он делает чашу, уже гейтов три штуки, как и было. И еще сталкеров до ворв пойдет. Не, ну таким количеством сталкеров можно раз-два, там, не знаю. Не, ну потери большие, конечно, будут. Тут один-два танка, еще третий сверху давать будет. То есть нужно вкуснуть танки, циклон и бункер еще. А, у тебя на стим есть. Нет, со стимом вообще без шансов абсолютно. Да, если б стима не было, тогда да. Не добавлено еще гейты, кстати говоря, у скиллоса. Сталкеры отблинкиваются, будут уходить. Так, отошел он немножечко назад. Так, непонятно, куда берлинг сейчас. Посмотрите, три медивака полетели в дроп. Скиллос приходит, просто убивает лоб. Что за бред вообще? А что берлинг делает, ребят, никто не может сказать? Вообще, вот его прикол. Здесь, кстати, марик и мародеры надо фокусить и не с КСМ-ками драться. Поздно, уже все сталкеры погибли. Здесь три медивака прилетело. Нет, тиран все-таки это игру выиграет. Здесь уже ничего не сделать будет просто. Здесь минус, все. Хорошо, очень, как мародер танкует. Марики, пробу просто к вам разобрали. ГГ, ребятки, 1-1. Третья решающая нам нужна. Прямо напряжение зашкаливает у нас здесь, в этой группе. На старлане. А, там мальчик уже у нас лидер, теперь же мальчик создаст. Прямо напряжение зашкаливает у нас здесь, в этой группе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы видите... Ну что же, может принести свои плоды... Продолжение следует... 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 То есть... Ну это глупость... Потому что... Он уже бы прилетел... Так... Мазеркор полетел... А вот у нас и гид... Точнее барак... Есть лишь одна факта дома... Адепт идет вперед... Мазеркор летит вперед... Странное положение для пилонов... Что они будут убивать... Эти пилоны... Вот сюда надо ставить... Чтоб они до обеих депошечек доставали... Вот и все... Рипер... Причем залетит на мейн... А... Скилл из всех своих юнитов... Просто увел... Но если Берник сейчас... Нормальный мультитаск... Нам продемонстрирует... То... Он выиграл тогда... Скорее всего... Потому что... Ну здесь нечем отбиться... Надо адепта дома было... Оставлять... Да здесь просто... Циклон... А дома... Посмотрите... У... Просто проблемища... Просто гигантские... Как-то глупо тут все получилось... Чтобы поиграть игр... Нет... Нормально... В русскую рулевку... Поиграть... Так-так... Другие будут... Игры нормальными... Наверное... Чтоб не играть... Нужны... Нужны девайсы... Как говорится... Так... Провод там... От наушников зацепился... Извиняюсь... Ну что... В итоге... ММ-3026... Пара-бам... СССР-ху-то вынудил улететь... Все-таки... В итоге... Скиллос... Еще пока не ГГ... Ему далеко... Несмотря на... Что 7 пробок... На риперах потерял... Ведь адепт уйдет... Спокойно... Не... Ну у Бёрлинга... Очень неплохо все... В этой игре... Ооо... Что себе... Какие-то вообще... Спешл-спешл тактиксы... Пошли вообще... Прямо чуметь... Какие спешл тактиксы... Так... Пиончик готов... Два старгита... Фениксов... Против тирана... Прямо... Я даже не знаю... Ну... Нужно лететь... Харасить... Когда минок здесь нет... Циклонов все... Два... Как бы... И... Четырьмя первыми... Фениксами... Выдвигаться... И начинать... Поднимать... То есть... Сейчас... Пока... Подстроятся... Вот... Третий... Четвертый... Феникса... У первого... Уже... Пока... Они летят... Уже ближе к сотке... Энергии будет... Как бы... Можно лететь... Харасить... Игра... Приостановлена... Паузу... Бернинг... Прось... Игра... Вызавновлена... Так... Тут три Феникса... Прилетело... Один минус сразу... Пожалуйста... Чего они там поднимали... То есть... Пытается... Циклончик уйти... Поднимает его... Сейчас... Со скилла... Смотри... Плюс... Еще один циклон... И чего... Скилл забирает... Ничего себе офигел... Хороший контроль... Сейчас был... Грамотно... Фениксов так отвел... Пока там... Морики обходили... Они успели добить... Нормально... Так... Еще Феникс придел... Шесть уже штук здесь... Да... Уже шесть штук... Третий никус попер... Там... База... Атакована... Давай... Удиви меня... У Tallwatch.... Да... С·бегом... У Сaceц... СССР готов! Кому наверно! Так, стим доделался уже. Ну тут прям в наглую что-то Мариков пытается зашатать у нас получается скиллос. Фениксов теряет, но Мариков подрезал тоже. И самое главное, медиваки все выпиливают. То есть теперь лечиться нечем просто. А здесь вообще Либераторы строятся. Здесь третий Нексус при этом всё... Опа! Чё себе тут бил? Это фениксы, тупо фениксы, колоссы. В два роба. Ничего себе! Скиллос у нас сегодня Спешл Тактикса не сплошная отыгрывает. Пока что два Амортула строятся, так как нет роба БН. Ну блин, а газ-то откуда взять потом на колоссов? Газ скоро будет. Так, на третий газ начинает добываться. Скиллос, куда же ты летишь, дружок? Как же больно фениксам сейчас попало по лицу. Так, два Амортула есть, выдвигается Бёрнинг. Блин, если колосса не будет ни одного, то это ГГ, конечно, сразу же. Но один, по идее, должен быть. Боевый лимит на двадцатку, все равно больше. Фениксов клан демэджный, по земле один гейт, короче, у Протаса. Такой он. Одинокий варпит по одному юниту просто. И колоссов пока нету ни одного. То есть сейчас все сюда придет, и нечем он Бёрнинг... Так, скан пошел. Здесь у нас заходит уже Бёрнинг. Скиллос не успел настроить. Короче, Нексус треть придется отдать. Надо отменять все вообще, потомки здесь отменять. И Морклы приходят сюда. Ну а Либератором как быть? Никак с ним не быть. Нужна хотя бы Грелка, либо Фениксов назад надо привезти. Так, Иморклы здесь ели живые. Все, Иморклы уже не живые. Марики... Марика пытается заминусовать сейчас скилл. Кстати, самое интересное, рабочих-то почти еще не погибло даже. Так, Марику, смотрите, выпилил всех. Он что себе дает? Так, Либерационка-то минус. Минка по своим сейчас с демошей хорошей такой прописала. Так, на минку зайдет у нас получается скилл. Аксервер нужен срочно. Аксервер сейчас будет. Будет еще сейчас третий колосс. Будет две Грелки плюсом. Су-23-115. Еле-еле скилл выжил сейчас. Вот, Мейн в итоге не прикрыт у нас получается. Ну и полетел скилл туда, подозревая, что может быть дроп. И прямо на халяву сейчас словил его этот дроп. Выпилил 3 медивах. Здесь по какую-то туретку, кстати, построить. Странно у нас вернет. Ничего не получается. Так, перекопались минки. Есть. Упс. Короче, выпиливают все скиллы здесь. База живет. 64-47 по рабам. То есть тупо Грелка-Колосс. Надо Грелком плюс-1 делать, Колоссом плюс-1 делать. Все. Две атаки. Земля-воздух. И все будет нормал. Здесь такой же микс-то жесткий. 5 Колоссов. Две Грелки. И Мортал Сентри. Какой-то там Берлинг поперся вперед сейчас. ко второй базе. А тут третья уже есть, о которой он и не... Ой, этот. Скиллы поперся. О которой он и не знает в базе, собственно говоря. Еще Грелки вперед летят. Одна. Так. Три, кстати, даже летят. Пять уже Грелок есть, получается, да? Так. Возвращается назад. У нас Берлинг с третьей своей базы. Скиллос понимает, что происходит. Ну, сейчас должен Скиллос понять. Ё-моё. Тут просто лазеры сплошные. Пиу-пиу. И вообще выжигание идет со стороны процесса. Грелочки полетели в замес. Нужно фокусить Либерасьонцев. Либерасьонцы фокусятся. Грелки на разогреве. Колоссы просто уезжают. 148, 88. Чуть Скиллос дает вообще. 2-1. Скиллос справа уходит. Вперед. Вперед. 4-1 суммарно Берлинг. Он сегодня выиграл. Молодец. Прошли у нас Изи и Скиллос получается. Но Изи немножечко подхалявил в том плане, что Кобра не участвовал. Ну а что делать? Делать здесь нечего. Ну что, пацаны. Стоп-старт делаю без задержки. Возвращаюсь к вам.